Федорик, скажи, пожалуйста, ты впервые в Украине? Если впервые, то знал ли ты что-нибудь об украинском баскетболе? Мой первый визит в Украину, но я подготовился, я в интернете изучал, что такое Украина, что это за страна. Могу кое-что рассказать про Украину? Я не знал особо ничего про украинский баскетбол, но у меня есть агент, зовут его Майкл Харт. Этот агент представляет также интересы Чарльза Томаса, поэтому я смотрел несколько игр, имея хоть какое-то представление об украинском баскетболе. Что явилось главным принятием твоего решения поехать в команду Фера Зенту? У меня было предложение до приезда в Запорожье с баскетболом клуба Одесса, но мой агент и я, мы решили вместе принять решение поехать в Запорожье, Фера, потому что агент рекомендовал, как хороший порядочный клуб, поэтому сделали акцент и ставку на баскетболе Клуб Фера. Как команда тебя приняла? Успел ли ты с кем-то подружиться здесь или уже кого-то знал из твоих соотечественников? Нет, до приезда в Запорожье я никого-то не знал в этой команде, только встретил Криса Бернса в аэропорту, а команда нормально встретила. В Запорожье ты привел один или с семьей? Я и Крис Бернс приехали одни, после этого, через какое-то время, наши семьи приехали. Вы довольны теми условиями, которые все знали для вашей семьи здесь? Мне нравится команда, тренер, очень профессиональный. Квартира, в которой я живу, это двухкомнатная квартира, все отлично, все хорошо, в бытовых условиях я доволен. Сколько членов семьи у тебя? Сейчас жена и ребенок, также у меня есть мама, после Рождества она приедет погостить чуть-чуть в Украину. Ребенок, мальчик, девочка? У него сын, ему 6 лет, его зовут Кедрик Мэйс. Ты уже сынил запорожских болельщиков? Болельщики, которые в команде, они замечательные, они нас поддерживают, очень энергичные, заряженные постоянно. Мне пока нравится все. В чем ты имеешь свою роль в команде? Моя задача в команде это организовать команду, выполнять роль второго тренера, быть командиром на площадке, находить игроков, как рыбалка, шапошников, кевинтикс, давать им передачу, выводить их на бросок. Тебе очень огорчил тот факт, что Ферроз ЛТУ выбыл из Евро-челленджа? Я очень разочарован, что команда проиграла в Бенфике. Очень-очень расстроен. Все надеялись, и я в том числе, что мы продолжим групповой турнир. Но так вышло. Какое впечатление произвели на тебя соперники вашей команды в чемпионате Украины? Первые соперники, с которыми пришлось встречаться. Когда мы играли против Донецка, эта команда очень сильная. Мы толком не знали ничего про эту команду. Они были более организованы, они смотрелись лучше, а мы не играли как команда. Поэтому результат на высшем. Ну и последний вопрос. Чего ты ждешь от команды Фера в этом сезоне? Я надеюсь, что мы закончим чемпионат на втором или третьем месте, как минимум. Также ожидаю, что в ближайших играх мы победим. И обязательно выиграем первую четверку регулярного чемпионата. Надеюсь, что каждая игра это будет только победа. Я надеюсь, что я закончу в топ-2 или 3. Я надеюсь, что я закончу.